Сейчас управляющее устройство всем этим стволам раздает команды на пожаротушение, непосредственно работу по траектории, по конструкциям. Вот мы сейчас видим как раз исполнение таких команд одним из роботов. Пожарные роботы для крупнейшей горно-металлургической компании – один из заказов инженерного центра ФР. Для защиты несущих конструкций здания на объекте будут использовать 64 таких робота. Эта новая разработка центра «Робот» может самостоятельно определить, где огонь, передать данные о найденных очагах и выполнить команды головного устройства или оператора с помощью пульта дистанционного управления. В этом году здесь собрали около 200 подобных роботов. Данное изделие представляет из себя маленький купол и подающий трубопровод. То есть вот это изделие, надо представить, что оно висит на потолке, и оно практически для нас становится незаметным как для посетителей торговых центров, где мы его применяем, так и, в принципе, для людей там где-то на складах. Данное изделие работает на 360 градусов. Сегодня ФР – один из ведущих российских производителей роботизированных систем пожаротушения и ствольной пожарной техники. Их разрабатывают и производят для оборонной и атомной промышленности, аэропортов и стадионов. В эпоху санкций заказов меньше не стало. По многим объектам, особенно связанным с нефтегазовым комплексом, проектирование которых велось в том числе европейскими институтами проектными, и, соответственно, европейские специалисты закладывали европейское оборудование, то мы сегодня, по большому счёту, перетягиваем, ну, условно, перетягиваем одеяло на себя за счёт того, что европейские производители ушли с рынка и не могут обеспечить поставку, то мы выступаем здесь в поставке как именно отечественный производитель и предлагаем свои решения. Находит компания альтернативу и среди поставщиков, комплектующих для своих изделий. Сегодня это Россия и Юго-Восточная Азия. Юлия Бараева, Максим Зверев, Служба новостей. Юлия Бараева, Максим Зверев, Служба новостей.